Комплект огнеупорной одежды, перчатки и специальный шлем с защитным стеклом. Всё это пришлось надеть бойцу отряда содействия полиции «Тигр» Алексею Абашину. Он вызвался ликвидировать очаг возгорания. Площадь большая, поэтому нужно вот таким круговыми движениями делать побыстрее, чтобы больше забить площадь. Всё, молодец. Я уже тушил до этого пожар. Небольшой тоже огнетушителем. И вот сейчас я уже знал, что делать. Без этого инструктажа я бы мог потушить. И интересно очень. Вблизи, с первого лица. Это довольно в экипировке. Приятно ощущать. Жарко так. Хорошо. Но прежде, конечно, с «Тиграми» провели подробный инструктаж. Объяснили, как правильно брать огнетушители в руки и что с ним делать. Сверху это у нас рычаг, при помощи которого мы включаем огнетушитель. Это у нас предохранитель или ЧК. В случае, если мы оказались очевидцами возгорания, пожара, это, конечно же, вызов пожарной охраны. Но при случаях, когда какие-то есть небольшие очаги возгорания, с которыми мы можем справиться сами, соответственно, мы первичными средствами пользоваться должны уметь. Но надо сказать, что ребята молодцы. В общем-то, обучались достаточно активно. Практически всё то, что тренер показывал, они запомнили. Поэтому оценка положительная отряду «Тигр». Оттуда производится всё управление пожарной машинами. Включение насоса, управление лафетом и так далее. Здесь у нас располагается личный состав. Показали бойцам отряда содействия полиции «Тигр» и устройство современной пожарной машины. Сотрудник МЧС рассказал ребятам, как работают гидравлические ножницы и что с их помощью спасают людей во время катастроф. Штабом разработана программа подготовки на текущий год, которая предусматривает ряд мероприятий, как теоретических, так и практических. Теоретические они у нас заключаются в изучении законодательства, регламентирующей деятельность тех ведомств, с которыми мы участвуем в охране общественного порядка и проведении профилактических мероприятий. Подобным образом практические навыки и теоретические знания в Пензенской области сегодня получают 400 человек. Скоро к ним присоединится ещё сотня добровольцев.